привет привет вот решил наконец снять а чем уже ты я тут занимаюсь ну я работаю на биофаке специальность у меня у меня биологическая физика вот и работаем мы с одноклеточными водорослями водоросли это такой сейчас довольно перспективный объект для биотехнологии в них синтезирует определенные биологически ценные вещества пищевые красители фармацевтики применяют продукты также они являются источниками белков с их помощью можно очищать сточные воды но в общем в мире это водоросль развивается вообще вся эта инсталляция вот ее запустил пару дней назад она предназначена для отработки технологии культивирования этих водорослей вот здесь слева это сосуд в котором водоросли растут а справа комплекс приборов и при помощи этих приборов производится диагностика состояния этих водорослей ну задача моих исследований это понять как при помощи этих приборов можно оценить текущее состояние клеток водорослей ну и принять решение о том каким образом состояние этих клеток улучшить и таким образом увеличить эффективность культивирования водорослей но вообще в таких промышленных масштабах водоросли выращивают в бассейнах в прудах ну и также в специальных им костях их называют фото биореакторами вот здесь такой маленький экспериментальный собран его объем всего один литр но этого для наших опытов вполне хватает главное здесь не биореактор все-таки вот этот приборный комплекс это я собирал сам внешний вид в наших экспериментах это далеко не не самое главное главное это технические характеристики этих устройств но они в общем достаточно хорошие вот ну как это работает есть собственно сосуд прозрачный для того чтобы подростки росли их необходимо подсвечивать это панели светодиодов она охлаждается воздухом постоянно приходится выдержку регулировать перемешивание осуществляется потоком воздуха там на дне распылитель стоит аквариумный и он закручивает два таких вихря слева и справа вихре доходят до самого дна никакого оседания нет с перемешиванием все в порядке хлорелла здесь используется термофильная она любит высокие температуры 36 градусов цельсия при такой температуре если продувать фото биореактор просто комнатным воздухом он будет высыхать степенно поэтому здесь импровизирована такая система увлажнения предварительного увлажнения воздуха который подается фото биореактор но это аквариумный компрессор булькается через воду вода тоже подогревается до 36 градусов чтобы на выходе из этой бутыли воздух был насыщен именно при температуре 36 градусов той же самой температуры которая сейчас реакторе вот сейчас тут заработала автоматическая система включился насос сейчас он тут уже возвращает пробу фото биореактор ну и скоро будет наверное это все промывать здесь фотореактор здесь резервуар из чистой водой при помощи которой приборы сами себя промывают водичка наверно польется ну вот это промывочная вода я тут никакого участия не принимаю это все щелкает само собой раз в час мы проводим на этой культуре кое-какие измерения вот здесь например с этой стороны находится термостат он собран на модуле пельтье то есть он может и вводить тепло в фотореактор либо выводить тепло в зависимости от того как соотносится температура реактора количество поглощенной световой энергии и температура окружающего воздуха в общем это все может меняться в процессе даже самого культивирования когда-то его нужно подогревать когда-то его приходится охлаждать но всем этим автоматически озадачен вот этот термостат далее что тут есть заборный шланг есть трубочка кончик виден по этой трубке насос закачивает пробу это вот модуль в котором четыре клапана от кофемашина и насос далее проба поступает вот в один блок здесь спектрофотометр флуориметр и там еще у нас тут закрыт второй вспомогательный флуориметр и три прибора получается здесь работают последовательная проба перетекает из одного в другой ну и излишки возвращаются обратно в фотореактор то есть вот такой пульс тык 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 и обратно когда измерения закончены проба перекачивается назад стекает обратно фотореактор ну и такой выполняется цикл промывки всего оборудования это чисто водой примерно так это работает раз в час она сама по себе начинает работать чем-то щелкать перекачивать на общем это слышали ну и мы получаем такого рода данные этого здесь показан спектр поглощения культуры это зависимость интенсивности поглощения от длины волны света здесь 400 нанометров это 700 нанометров это все видимая область вот это длина волн красного света это синий свет здесь зеленый спектр поглощения вот он красненький такой в зеленой области клетки поглощают плохо поэтому они в проходящем и в отраженном свете выглядят как зеленые в листьях примерно то же самое вот этот максимум крас в красной области высота этого максимума она пропорциональна содержанию основного пигмента клеток до хлорофила который придает этим клеткам ну и суспензии в целом такой зелененький вид чем больше клеток здесь выросла тем зеленее культура будет тем выше высота вот этой линии поглощения такой график дает спектрофотометр а есть еще данные с флуориметра если облучить водоросли синим светом то они начинают светиться красным светом причем этот сигнал он изменяется во времени облучения вот такой причудливой формы этот сигнал нарастания интенсивности потом спад и вот вот эти все перегибы под этим всем лежит глубокая фундаментальная наука сейчас понятно чем обусловлены эти перегибы что они означают вот ну и измеряя этот сигнал в процессе роста культуры можно понять хорошо клеткам водорослей или нет каждый конкретный момент времени это интенсивность флуоресценции это время облучения 10 миллисекундах но всего одна вспышка продолжительностью около одной секунды вот этой вспышки хватает чтобы записать этот сигнальчик и понять водоросли живые или нет но сейчас я сразу скажу если вот видно хорошее нарастание сигнала и значит водоросли в высокоактивном состоянии если мы получаем такой горизонтальный сигнал это значит клеткам очень плохо они почти дохлые ну и ряд промежуточных значений характерных для водорослей разных видов и еще покажу график то есть мы вот эту картинку получаем один раз в час и вот такую картинку один раз сейчас дальше там можно обрабатывать а можно сразу выводить на экран такие первичные данные это вот накопление красная кривая накопление количество хлорофиллов в единице объема культуры растет ну и синие это количество каротиноидов вот те пигменты которые обеспечивают защиту растений от сильного света но они же антиоксиданты их там в раковой терапии применяют вот подкрашивает ими осетров мясо осетров яйца куриц и так далее вот такой имеют промышленное значение эти пигменты здесь по оси x это время культивирования в часах видите всего 18 часов вчера вечером я посадил культуру и глазом вот этой зеленой окраски не было видно совершенно потом она за ночь позеленела получается здесь примерно в 30 раз увеличилась концентрация клеток водорослей за минувшую ночь этим и хорош термофильный штамм тем что он растет очень быстро все эти наши опыты мы можем проводить тоже достаточно быстро вот а зачем спрашивается все это нужно на есть еще вторая картинка это изменение уже параметр флуоресценции хлорофилла во времени вот здесь главная кривая это вот эта черненькая кривая не имеет размерности безразмерное некое число она изменяется в пределах от нуля до единицы и численно равна коэффициенту полезного действия первичных процессов фотосинтеза то есть если это кривая около нуля значит клетки дохлые если она близка к единице это все порядке но для каждого вида водорослей характерна некая некая своя норма да вот по этому показателю и вот как она меняется в процессе культивирования вначале я посадил культиватор клетки голодные мы их называем это та культура которая испытывает дефицит минерального питания дальше клетки попали на свежеприготовленную среду и в течение нескольких часов мы видим увеличение коэффициента полезного действия фотосинтеза ну и дальше вот этот некий высокий кпд сохраняется и по сей час ну здесь красная кривая но тоже в принципе описывает увеличение количество хлорофилла в образце контролируя вот ход этой черной кривой мы можем понять хорошо клеткам или нет причем мы это поймем заблаговременно до того как мы это почувствуем как-то глазом что культура начала желтеть допустим или скорость роста замедлилась вот все это мы можем обнаружить заблаговременно вот такая концентрация клеток ну глаз и и видит нормально но это в принципе для биотехнологии интереса она не представляет в промышленных масштабах эти водоросли культивируются в примерно ну в 50 может быть в 100 раз больше в концентрациях клеток это очень густые такие взвеси причем они уже по своим текущим свойствам уже отличаются от воды что-то такое более густое и понятно что если даже такая культура вырастает за несколько часов там в два раза то при культивировании в больших концентрациях клетки очень быстро могут вырасти допустим использовать какие-то элементы минерального питания очень быстро испортить себе жизнь в течение буквально там нескольких часов вот эта черная кривая может обвалиться вниз и вот технолог тот кто следит за процессом культивирования может своевременно это обнаружить и действовать уже на опережение этот приборный комплекс измеряет всего лишь спектр поглощения и параметр флуоресценции этого не хватит для того чтобы понять что в чем именно у вас проблема проблемы могут быть в избытке света в недостатке элементов минерального питания в том числе в недостатке содержания углекислого газа вот сейчас сюда подается воздух просто да а можно сюда подавать какие-нибудь выхлопные газы нам водоросли этому только обрадуются для них вот оксиды серы оксида азота это такие для нас это я то для водоросли это такие вкусности которым они только обрадуются в общем все это можно имея вот такой инструмент слежения инструмент обратной связи корректировать водоросли корректировать условия культивирования чтобы водоросли не померли вдруг по какой-либо причине ну значит если черная кривая пошла вниз наш клеткам стало плохо самая вот такая универсальная реакция которую можно предпринять это просто убавить интенсивность освещения фото биореактора и как правило этого хватает чтобы избежать быстрой гибели культуры есть таким искусственным способом мы замедляем скорость роста клеток ну а чтобы понять конкретную причину почему клеткам плохо это все-таки нужно взять пробу из реактора и отнести ее в другие приборы конечно у нас так много других вспомогательных методов при помощи которого мы можем уже более четко охарактеризовать природу вот природу того почему клеткам становится плохо вот здесь на этом стенде собраны лишь те приборы которые удается автоматизировать вот этот весь стенд он работает и днем и ночью каждый час можно хоть раз в 15 минут если это целесообразно работает без моего участия предполагать что когда-то такими системами будут оснащены и промышленные системы культивирования работаем в этом направлении ну надеюсь что этот такой коротенький экскурс был для кого-то интересен может быть несколько сбивчиво я это все рассказал но это абсолютно экспромт никакой бумажки ничего что в голову пришло то вам и рассказал спасибо за внимание счастливочки